Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре один из самых лучших фильмов своего времени – «Мрачные тени». Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Богатая семья Коллинсов отправляется в штат Мэн из Великобритании, чтобы основать свое рыбное производство и расширить семейный бизнес. Их дела очень быстро идут вверх, поэтому город получает название Коллинспорт в честь их семьи. Сын бизнесмена Барнабас быстро вырастает, и у него завязывается роман со служанкой Анжеликой. Но в один момент он признается ей, что никогда ее не любил. Девушку сразу охватывает ярость, и она накладывает страшное проклятие на всю его семью, и через несколько дней его родители умирают. Барнабас, будучи не в силах сдержать свое горе, начинает изучать черную магию, и в это же время влюбляется в прекрасную Жозетту. За всем этим наблюдает служанка, и на этот раз заколдовывает его возлюбленную, чтобы та покончила с собой. Барнабасу не удается ее спасти, поэтому он прыгает за ней с обрыва. Но, к счастью, выживает, потому что на него подействовало новое проклятие, и теперь он должен жить в теле вампира вечно. Очень быстро обо всем узнают крестьяне, и, воспользовавшись помощью Анжелики, закапывают вампира в железном гробу. Спустя 200 лет милая девушка Виктория едет в особня Коллинсов, чтобы работать гувернанткой. Дом встречает ее, будучи в запустении пыли и грязи, но в нем еще живут дальние родственники нашего вампира. Хозяйка дома знакомит девушку со своей загадочной дочкой Кэролин, что мечтает уехать в Нью-Йорк. А через пару часов за ужином гувернантка знакомится с остальными жителями дома. Их семейным доктором, братом хозяйки особняка, его маленьким сыном Дэвидом, чья мать умерла во время кораблекрушения. После ужина девушка готовится ко сну, но замечает кого-то под покрывалом в дверном проеме. Она пытается снять белую простынь, думая, что под ней прячется маленький Дэвид, но перед ней оказывается призрак покойной Жозетты и произносит лишь одну фразу – он идет. Этой же мрачной ночью строители выкапывают железный гроб Барнабаса, но через пару секунд из него вырывается вампир и убивает всех рабочих, изголодавшись за столькие годы. Он сразу направляется в свой особняк, удивляясь, насколько изменился мир, пока он был в этом проклятом заточении. Перед особняком он встречает пьяного дворецкого и узнает, что наступил 1972 год. С помощью гипноза он подчиняет дворецкого и заставляет его служить себе вечно. В огромном зале Барнабас знакомится с Дэвидом и Кэролин, но через пару минут спускается хозяйка особняка и приходит в невероятное удивление от такой загадочной встречи. Она долго не может поверить, что это все происходит наяву, пока он не показывает ей несколько потайных комнат в их особняке. В одной из таких они находят большое количество драгоценностей и антиквариата, и он решает рассказать ей свой секрет, как обрел бессмертие и стал вампиром. Они договариваются, что он сможет остаться жить у них, но все их тайны должны храниться в строгом секрете. За завтраком он знакомится со всеми обитателями дома, прикинувшись их родственникам из Великобритании. Он узнает, что весь их семейный бизнес почти полностью развалился, а всеми рыбными компаниями владеет девушка Энджи. Неожиданно в зал заходит Виктория, и Барнабас приходит в невероятное удивление из-за ее схожести с его покойной возлюбленной. Успешная Энджи пользуется популярностью и уважением в их маленьком городе, но если присмотреться получше, то сразу становится ясно, что под маской Энджи скрывается та самая Анжелика, что смогла тоже обрести бессмертие, похоронив Барнабаса. Она узнает о смерти рабочих в лесу и сразу же направляется в особняк, чтобы встретиться с пробудившимся вампиром. Барнабас приходит в ярость при виде Анжелики, но ей быстро удается успокоить его поцелуем и легким флиртом. После ее ухода он не может найти себе место и хочет отомстить ей, создав новую рыбную империю. Начинается полная реставрация и ремонт особняка, а вместе с этим восстановление семейного бизнеса и запуск нового производства морепродуктов. Им срочно нужно набрать персонал, поэтому Барнабас отправляется в популярный бар, чтобы встретиться с авторитетным капитаном и заручиться его помощью. Но оказывается, что капитан уже работает на Энджи, и чтобы его переубедить, приходится снова воспользоваться гипнозом. Вампир решает пообщаться с семейным доктором, но та тоже прибегает к гипнозу и сразу же узнает все его секреты. Успокоить ее удается лишь хозяйке особняка, под предлогом, что это отличная возможность для изучения вампира, и поэтому все должно остаться в строгом секрете. Дальше он идет пообщаться с Кэролин, чтобы узнать, как правильно ухаживать за девушками в наше время, потому что очень сильно хочет понравиться новой гувернантке. Барнабас прислушивается к ней и в тот же день идет курить травку с местными хиппи. Но после душевного диалога решает всех их убить. Утром во время прогулки по пляжу он встречает Викторию, и они мило прогуливаются, общаясь о жизни. В это же время Энджи начинает переживать из-за нового конкурента, поэтому приглашает Барнабаса на переговоры и предлагает купить его компанию. Из-за отказа она заигрывает с ним, и после бурного развлечения угрожает убить, если он не забудет про свою Викторию и не останется с ней навсегда. Но Барнабас снова бросает ее и идет к их семейному врачу, чтобы попробовать избавиться от своего проклятия с помощью переливания крови. За завтраком им приходит прекрасная идея – провести бал, чтобы снова заявить о величии их семьи. Но, так как балы уже устарели, они решают организовать вечеринку, куда в скором времени съезжаются все жители их маленького города. Вампир идет в гардеробную, где встречает маленького Дэвида, охраняющего дверь, по приказу своего отца, пока тот в это время обворовывает их гостей. Дальше он отправляется на балкон, но встречает там Викторию и узнает ее страшную историю из детства, как ее родители отправили в психбольницу, потому что та общалась с призраком. В это же время Энджи приезжает на вечеринку и сразу же приходит в ярость, увидев, как Барнабас смело общается со своей новой возлюбленной на балконе. На следующее же утро Барнабас застает их семейного доктора за попыткой перелить себе его кровь, чтобы тоже обрести бессмертие. За такое предательство он сразу убивает ее и избавляется от трупа, утопив его в океане. А уже через пару часов он ловит отца мальчика за попыткой найти потайные комнаты в их особняке, чтобы украсть все драгоценности. Барнабас ставит его перед жестким выбором, либо он получает деньги и уезжает навсегда из их маленького города, либо он остается, но тогда он должен стать образцовым отцом для своего мальчика. Через пару часов после прощания с отцом на Дэвида падает дискошар, но вампир успевает спасти его с помощью своих ловких движений. Увидев же это, Виктория начинает все понимать и убегает, испугавшись всей правдой. Барнабас начинает очень сильно злиться, поэтому сразу идет к Энджи и требует снять с него проклятие сейчас же. Она начинает шантажировать его, зная про убийство доктора Хоффа и предлагает править вместе, как партнеры и любовники. Или же опять он отправится в свой зловещий гроб, но на этот раз навечно. После же отказа вампир пытается уйти, но ведьма опять прячет его в железный гроб с помощью своей магии, а потом взрывает их предприятие. Оставшись в одиночестве в склепу, его быстро находит маленький Дэвид, идя по наводке призрака своей мамы. В это же время люди пытаются потушить горящее предприятие, но Энджи выхватывает рацию полицейского и включает запись разговора с Барнабасом и его признание, как он убил доктора Хоффман и строителей. За водителем семьи сразу начинается погоня, но он успевает добраться до особняка, чтобы предупредить обо всем хозяйку. Когда толпа подходит к особняку, их встречает сам Барнабас и говорит, что готов принять любое наказание, если его семье не причинят вреда. А Энджи отправится страдать вместе с ним, потому что она такое же чудовище. У него завязывается драка с ведьмой, но через пару секунд вмешивается Кэролин, оказавшись оборотнем, и пытается помочь вампиру. Используя черную магию, ведьма побеждает оборотня и Барнабаса, а потом признается, что именно она превратила девочку в оборотня и убила мать Дэвида. В эту секунду появляется маленький Дэвид, и ему на помощь приходит призрак его покойной мамы, чтобы победить ведьму. После своего поражения, Энджи протягивает свое сердце Барнабасу в честь вечной любви, но оно сразу же рассыпается. В этот момент Виктория идет к страшному обрыву, как заколдованная, но в последнюю секунду Барнабасу удается ее спасти. Она уже не хочет жить, понимая, что рано или поздно умрет, а он сможет жить вечно. Поэтому прыгает с обрыва. Барнабас прыгает за ней и спасает ее, превратив в вампира.